Чуваша и Пенза теперь будут двигаться по одному пути. Накануне представительная делегация нашей республики подробно изучила опыт этого региона. Принимающая сторона презентовала чувашским чиновникам инновационные проекты. О чем удалось договориться и какие технологии решили взять на вооружение, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Знакомиться с Пензой гости из Чувашской республики начали уже поздним вечером. Первым делом кортеж солидной делегации останавливается на площади областной столицы. Хозяева устраивают. По-настоящему теплый прием. Из объятий ансамбля народной песни на концерт величественной музыки. Таким органным залом не каждый регион может похвастать. В Пензе он появился год назад. Тогда столица области отметила 350-летний юбилей. Открылась здесь и новая площадка для проведения концертов живой музыки. Сейчас сюда приезжают даже звезды из-за рубежа. Мы гордимся этим залом, потому что со всех мест очень хорошо видна сцена. Ничего не завораживает. Это тоже современный комплекс для проведения масштабных фестивалей и концертов. В Пензе рады принять и коллективы из Чувашия. Гастроли пообещали устроить в ближайшее время. Мы очень заинтересованы в прямых контактах с вашей филармонией, потому что филармония у нас новая. Все работают на срочном контракте. Это очень интересно. Всех. Годовой контракт. Вот конец года будем пересматривать. Познакомили гостей из Чувашской республики и с тем, как в Пензе разрабатывают инновационные технологии. Компании, которые продвигают ноу-хау в массы, прописаны в городском технопарке Ромеев. Для последователя известного советского ученого здесь стараются создать идеальные условия. Делегации из Чувашии показывают новый проект. С помощью вот такой карты родители смогут постоянно контролировать, чем и насколько часто питаются их дети в школьной столовой. Родители не беспокоятся о том, что он проходит в школу, безусловно. Родители пришел в школу. На них же транспортное приложение городское. Эти разработки тоже появились в технопарке города Пензе. Искусственные имплотанты человеческих органов, клапаны сердца, легкие ткани. Чувашскую делегацию этот проект заинтересовал. В республике тоже начинают создавать нанопротезы, но пока их испытали только на животных. На нашей территории индустриального парка тоже планируется размещение одного из резидентов, который будет производить аналогичного рода протезы. И мы должны будем таким же образом напылять их, для того, чтобы они были биосовместимы с человеком. Интересовались гости инновациями в сельхозотрасле. Недавно в Пензенской области появился крупный молочный комплекс. Здесь механизировали даже процесс дойки коров. Животные встают вот на такую карусель. Технологию позаимствовали у зарубежных коллег. Только за одни сутки удается получить более 100 тонн молока. Идеи местных аграриев могут быть полезны, отметил глава республики. Подобные комплексы ничем не уступают европейским. Все вкроется от нюансов в деталях. Здесь нужно доходить до мелочей деталей. Здесь мы видим, что они используют навоз органику. Навоз его отжимает, и остатки, которые остались, выжимают и используют для того, чтобы использовать как постилку. И вот эту часть воды, которую они используют уже на полив, кормозготовительные и так далее, получаются качественные корма. Но и у Чуваша есть чему поучиться, отметил глава региона Василий Бочкарев. В Пензе действует большая Чувашская диаспора. Но с нашей культурой губернатор знаком не понаслышке. Будучи студентом, он учился в Алатарском техникуме. Чебоксары достаточно хорошо благоустроенный город. Мы постоянно направляем чиновников от городской администрации, от областной и смотрим благоустройство, застройку комплексную. Михаилу Игнатьеву тоже было о чем вспомнить. Последний раз в Пензе он был 10 лет назад. Регион изменился в лучшую сторону, отметил глава Чувашия. Два субъекта теперь будут работать сообща. Завершение визита было подписано соглашение о сотрудничестве. А в ближайшее время Василий Бочкарев пообещал приехать в Чувашию. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из Пензенской области.